Переодел на другой и всё! И рубашка другая, и всё другое. Я говорю, почему мальчику ты думаешь, что Игнатий Тихонович? Да вот видишь, висят верёвки так. Сергей вёл занятия здесь. И вот какое оборвало. Видишь, уломило. И я под ними здесь был. Это больше тонны, наверное. Конечно, больше. Так четыре огромные сухо от них отходят. Вон они. Вот где беда-то была. Да. Я им сказал... Не судали? Не-не-не, дальше дальше. Ага, я только забыл. У вас тут красиво, всё берёзами, во всем. А колки? Грибы есть тут? Есть. В колках. Ну так-то немного тут. Игнатий Иванович, их туда загонять нельзя. Вот тут надо их остановить. Да ну, что это беда. Туда не надо их загонять. Никто не загонять. Почему тут-то, когда дорога идёт, нормально дорога. Тут останавливается. Что ты думаешь, что? Да не здесь, а... Ну вот эта дорога нормальная. Не здесь, а... Тоже самое. Чёрт, такой непонятливый. Туда не надо, на тот отросток их загонять. Чего ты взял, что на тот загоняю? Я уж пятый раз объясняю, что они остаются здесь. Опять-то тоже. Фиксы и идеи. Хорошо, всё, ладно, всё. Я с первой минуты сказал, они остаются здесь. Здесь нормально, всё. Ну так ты уж пятый раз меня захватываешь. Она таки едет, одним колесом посередине. Ну всё, какие случатся, поворачивай. Вон, гриняя. А тут они остановятся, ладно, моя дорога. Разворот. Чтобы им не скучно было, мы вместе с ними пройдём. Там где они? Да, здесь они. Так, я выхожу. Да. А, тогда через гору? Да, вон она, видишь? Так, что-то сидит. Подъехали, всё? Мы за одним проверим сейчас. Ветер идёт, как раз проверим. А это Фавра и Лена-то, она что, разве не была тут? Так мы были тут, Агнат Ильич Ильич, я была тут. Когда ты была? Вчера. А с кем? Мы все ходили. А как ходили? Первый день, когда я приехала сюда. Да, мы ходили через эту дорогу, я шпал. И ты была на озере? Ну да. Ну куда, на вас? А с кем? Мы все вместе ходили. Ну, назови, чтобы я проверила. Ты где? Кто водил-то вас? Кто водил из места? Вы водили нас. Я вас водил? Да. А какая машина какая была? Мы пешком пришли. А пешком оттуда пришли? Да. Я с вами пешком шёл сюда? Да. Ты сегодня хорошо выспалась? Да нет. Когда я приехала? Я пешком сюда ходил. Что-то я мог ещё сказать, было или не было. Вы сюда пришли, на горох. Я с великопеда не схожу. Вчера или позавчера? Нет, мы не сюда ходили. Берите её под руку, она убежит. Что-то случилось. Я же помню, через горох. Давайте, вперёд. Нет, тут несколько полей-то горох. Давайте, посмотрите. Вы тогда будете смотреть и знать, что значит работать. Вот здесь, нормально. Тут машины все доходят. Совершенно нормально. Вот давайте остановимся здесь. Ну давайте остановимся. Ваша машина дальше и пойдёт. Ваша машина не может по этой дороге пройти? Да не надо там. Здесь я спрашиваю показывать. Здесь пройдёт? Никак. Не пройдёт, не пройдёт, не пройдёт. А что это такое? Ну мы слушаем же, что нам говорят. Ну, слушать-то надо. Мы же не местные. Да не местные они. Вот до сюда ты доехал, смотри. Вот делаешь разворот. Пожалуйста. Это всё мы могли доехать. Ну вы тут правы. Ну вот она, гляди какая, травка. Здесь прошло, стоп-сознание. Никак не. А я говорю, не в жизнь не пройти. Сразу переворачивайтесь и всем хана. Свидетельствует. Дрындил и дрындил на это. Я говорю, и пятый раз говоришь. Мы сюда и не думаем. Вот до сюда заедем и повернём. И тут смотри, какая дорога. Вот там только уже плохо, да. Ну тут мы разнорули, назад всё. А это вот боль поздно, вынес землю туда. Ну что прогуляйте? А попрыгте, здесь, там я там в пруду? Да. Наталья, я говорю, я была, тут сходила с травы. Я послупу мне этот горох и пруд. Да, да. Горох. Где горох там я была? Нет. У него только в пяти местах горох. Ещё-то везде была. Вот сколько раз мы приезжали, привозили сваи. И всё на себе носили. Тут берить некогда, тут надо работать. По дороге тоже не приезжай. А вот смотри, вот оттуда он берёт землю, вот грызёт вот эту гору и туда тащит. Здесь её сталкивают, а потом оттуда начинает дальше тащить. Это очень дорого стоит. Ну, припоминаю, было? Нет, сейчас мы эту дорогу не помним. Мы просто не всегда вмежду горохом. А вот посмотри, сваи. Представь себе, которые в земле, которые на лужке. Покачай её. Только не прикасайтесь, они это, смолёные. Смолёные, когда ложен. Её подмывает, и земля осыпается, и вот оно уже как. Это всё будем поднимать выше. Ага. Это вручную мы всё убрали оттуда. Сколько это ударов делало? Примерно. Да, все. Вручную, Володя, за один день 144. Да нет, за два дня. Задний 161. Это у нас рыжский пруд. Вот оно, где остановись, а туда гляну только. И туда, вон там, между кобышом. Смотри, какая глубина промытая. Ничего себе. Смотри, какая глубина такая. Смотри, между кобышами. Смотри, там глянь. И сразу туда уходит и всё, да? Вот, вот сюда, подойди. Вон между камышами днище. Вон где она, куда идёт. Там вода, блядь. Вон она где. Такая глубина. И это всё бёдрами затаскивали мы. Вон оттуда землю. Это Марина Кристенко. Она говорит, я не замужем, но за двух мужиков. Это Володин задержал один, пойми, один, когда тут прорыв лесной ночался. Вот это вот, за это время, это река, это озеро в четыре раза, примерно, увеличилось. Тут глубина сейчас метра три с половиной. Смотри, под него, сколько, росли деревья, все засохли из-за того, что вода поделась. А теперь посмотри, где она весной уходит. Её не просто вот, а надо вывести её. Перелазь. Видишь, нет, какой короб. Да. Это вручную мы всё копали. Вот она стоит. А там шерстью забита сеном. И глиной. Мы там делали в прошлом году. Мы ещё мы её пробили. По-другому сейчас. Она в бурю идёт. И вода здесь выбила копую. Здесь была маленькая трошейка. Смотри, на что сделала вода. Вон там, глядь. Пройди подальше. Только не оборвись. Мы не знаем, потому что вода уже выкрыла. Вот она туда вышла. Вот она всё, да? Да, это выкопали туда. Дали ей русло. И теперь она ушла туда. Это вода промыла. Здесь всё вот такое вот, как прошло. Под конец. В основном тут марина была. И чтобы воду здесь сохранить, тут новые пищи появились. Рыба. Рыба тут через год, не знаю. Мы 400 карасей запустили. Завтра идём ловить на том дальнем шлюзе. И ещё, может быть, несколько сток запустим сюда карасей. А тогда дадут они плод свой. Позор. Эту работу кто будет делать вручную? Потому что мушки нужны. Я прохожу здесь. Здесь удобно. Вот там проходите. Я через дырку. Через дырку. Там мне удобнее. Смотри. Она промывалась здесь. Потому что здесь наступное. А здесь практически ничего не было. Мы прям по целику вырыли. И поэтому здесь более плотно. И она прямо выходит. Вот здесь вот. Мы предисловили, которое как затекать. Мы там сделали шерсть. Забили со всех сторон. И накрыли деревяшками. И она не прорвала. А пошла как положено. А тут ещё доски. Их можно поднимать в уровень. Они закладываются. И таких прудов один. Второй мостик два. Здесь два. Это четыре. Южный пять, шесть. Шесть прудов. Шесть. Сарай-сараковка. И всё это протравить со всех сторон. Надо ещё четырёх. А работники-то всё. Вот. Два-три, два-три. Когда вы уедете. Ну вот. Вот здесь вот можно. Рыба уже есть. Я по нему и говорил. Стутботворение. Я по нему и говорил. Сразу. Сразу. С Сергеем ходили. С Сергеем. Вот так вот. А сегодня это примерно 3,5 метра. А здесь главное-то что? Деревенские все. Тут ничего не сделать. Это заброшенный был примерно 50 лет. Лужа. 50 лет. Ну почему ты не делал? Потому что нас не было. Мы не родились. Мы родились. Мы тебе всё должны поменять. А колхозы вообще не надо забывать. Ты любую возьмёшь. Смотри как сделано. Теперь стены надо привезти. Заложить. Утрамбовать. Какие изначально-то были высотой. А теперь я утром занимаю. Он у меня сейчас обойдётся примерно 250 тысяч. Четверть миллиона должен готовить. А с полной для чего заливаешь? Чтоб не испортилось дерево? Да он не будет даром работать. Вот сейчас его привезли. За подвозку я 22 тысячи должен отдать сразу. Только чтобы ещё ничего не сделал. Ещё не делал. А потом каждый день с ним буду записывать сколько часов работы. А за один час полторы тысячи. А нынче наверное две будет. Володь, вам бы маленький японский бульдозер. Маленький сейчас все пульсы. Маленький. И большой памятник ему. Я имею в виду вот просто на самом деле. Жириновский сам себе поставил же память. Бог с ним, Жириновский. Молодец. Так, уходим. Он не расслышал. Расслышал. Память. Так, всё. Дорога, Север. Посмотрите, как палец. Не, мне кажется, что он расслышал. Поэтому и говорит и Володе память. Прицепим, к кому приводится. Я видел. Я был в Мэнер. Работал был список. Ну, и в этот потенок не надо. Именно в Новосибирске. Вырезать дерево. Замерить, привезти, заострить. Потом сюда привезти. Шкурили. И теперь распалить и забить. Одну. А их здесь четыре. Такой вопрос. Откуда знание? Так надо делать было. Знание, откуда это? Я с детства родился здесь и много считал. Я каждый день учусь. Я сегодня сколько узнал, как будто первый раз видел. Евангелие считают. Я каждый раз в Евангелии, по сегодняшний день, нахожу новое и новое. И в проповеди, когда говорю, вот сейчас о Петровом посте ты считала? Я слушала. Что он означает? Я опровергаю мнение двух тысяч лет, и никто не воспротивился. Этот пост для евангельского проповедя, а я ни один не вышел, ни один. Вот и все. И не надо бояться против этой стагнации войти. Мы должны раздвинуть область познания. Вот это, где вот это, куст, это все росло на берегу. А сейчас вон дерево засохло, оно на берегу росло. Вот деревья, кусты, это все на берегу были. Они от воды засохли. Там посмотри, сколько засохшего. Появились новые ктисти. Сейчас длинщик нас, они могли купить. Где у них инкубатор, там затолкнулись они. А те годы мы брали, у нас в осени примерно вот такие карпы уже были. Тут кармовой базы им хватает, значит? Это может быть такое, что не две минуты обдирать и уводишь. Да, да, да. Абсолютно что-либо. Да, полно. Мы журавлей видели. Журавлей. Когда за мёдом мы ездили. Мы сейчас мы можем прийти оттуда. Журавлей там же на парке таки были. Вот так. Как вы назвали его? Рыжковский брус. Рыжковский брус. Северный. Северный Рыжковский брус. Да. Тут Рыжковский брус. Первый потеряем поселенцы. Потеряем. Потеряем это не от слова потерять, а фамилия. Идёмте. Давайте вперёд. Мы позади пойдём. И что иззади? Вперёд, вперёд, вперёд. Так. Ребята. И хозяин здесь. И видите, как они наклонённые? Маленько сюда наклонённые, чтобы не выдавилось землёй. Жизнь научит для лычу. А вы знаете, что такое лыча? Да. Тихая вишня. Она, типа, и кислая, нужна, говорит, заставит лычу есть. Паровинки в рот для них бери, бывает ядовикое. Притом от неё такой яд, что может сразу упасть, и потерял со мной её. И вот эти вот такие толстые. И всё это на велосипеде таскали и на себе. Вот здесь вот. И туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Даже больной орган может начинать пробуждать свою работу. Смотри, куда поднялась. А когда делали, я уже думал, как бы тут вода не прошла. И начали делать. Вот посмотри, алё, мы три года, два года назад, два года назад. Здесь работал бульдозер. Я подумал, будем поднимать воду, вода у вас здесь пойдёт. Видите, создали вал. Да, да, да. И он зарос. А там вот там вообще вал создали мы, его не было. Ага. Вот эту всю перекрыли часть, да? Глянь на деревьях, всё засохшее. Это наша работа. Это Шариков говорил, это моя работа. Шариков, туда-сюда. Давайте, пошли. Пошли. Да, валутин очень хороший. Иди туда, садись. Иди туда, садись. Да, ещё. А, или будешь снимать эти? Ну иди. Не надо. Давай, поехали. Поехали. Где у меня это? Что, сзади пойдёшь? Ну иди туда, ещё. А, ты хотел сзади ли ехать? Да ты можешь тут ехать, и снимать. Да ладно. Будет видно, что мы не просто наследили, а оставили след. Видишь, какая трава. Вот теперь мы уборядочили так среду. Можно сказать, где хорошая трава. Вот, растёт её горох. А синий, это белый, жёлтый, это будто бы сорняк. А на самом деле он посеял гречицу. А-а-а. Горчицу? Горчицу. Чтобы эта горчица уничтожила какого-то жука. Да, это биоспособ такой. Да. Естественно. Да, да. Хороший, экологический биоспособ. Вот смотрите, какие поля, и он строит новый склад. Он кормит людей. Он работник. Вот вчера, который на гитаре играл. А жена рядом стояла, а она как завуч в этой деревне была, Елена Анатольевна. Эти люди работяги. Вот, потом пришёл сын, и он закончил университет технически. Того и где-то учится. 12 лет всю технику водит здесь. Сыновья. Жена сейчас уже сколько? А дочь вышла замуж за моё племянник. А он работает в научном институте. А это вот дом, который рядом? Да. Ага. Нет, нет. Нет? Да, дальше. А, подальше? Так, что этого ничего ещё нет. Ну, вот, да, он поедет. 12 лет. Нет, 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 она тут не живёт. Ну что, вот вы увидели. Да. Вот это вот, вон, видать, столбы. Это железная дорога. Вы поедете туда мимо. Сейчас мы вместе уезжаем. Да, всё, вы выйдете на трассу и пошёл. Мы уже налево и пошли. Что мы ещё раз на трассу и пошли. Ну, не жалеете, что побыли? Какой-то, блядь, пикрычек. Пожелеть. Даже атомы нет. Пожелеть. Какой там? Пожелеем, что раньше. Да, раньше. Ну, давайте, садитесь. Мы прощаемся, и вы уезжаете. Да, вы... Помолимся. Давайте, всё. Обязательно помогли. Вот этого мы прямо сейчас как раз исходили. Мы молимся. Молимся будем. Спасибо. Господи, слава тебе. Господи, слава тебе. Да будет благословенно это место, Владыка Мира. Сохрани нас от всякого рода зла и греха. Пошли, добрые жители с детьми, и сохрани школу. Благослови путешествующих. Добрый ангел-хранитель да доведёт их до их жилищ. Тебе, Боже, слава. Аллилуйя. Отец, сын и святой дух. Аминь. С Богом. Так, мы садимся в эту машину, а вы поехали. Отец, до свидания. Какого года? 65-го. 65-го. Ты впал мне в негодисть у сыновья? Да. Хочу тут считать. Вам ещё большой привет от нашего, моего папы, его дедушки. Хорошо. Огромный привет. Всё ещё приглашаю в гости. Передам. Пусть ищет кого-то, с кем приезжает. Вот ещё, мы сюда домой поедем. Ты ещё не уезжай. Мы его вон с там. А вы что, не знали, что ли? Иди-ка сюда. Ну всё, пока. Счастливо. Не забывайте. Вон с там. Не забывайте к занятиям подключайтесь. Видите, я радио. Сейчас он правдёт. Да. Всё. 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 Редко так бывает, что приходится обниматься по два раза на дню. Тогда не помогал. Помоги тебе, Господь. Очень ты мне понравился. Прям ты настоящий христианин. Мне тоже понравился. Даже с первого раза прям, как вы видал. Благодарю. Все камни на себя берёте. А ты, брат, знаешь, военная подготовка ещё влияет. Дисциплина. Мы друг друга понимаем. Сюда как? Да? Как? Как? Ну это сложно. Я не понимаю. Ну, в общем, я жду конкретных обличений, если вдруг что. То есть это без стеснения. Катя, помоги Господь. С Богом и ценны. Ну, берегите друг друга, как обычно говорят. Благодарю вас за эти три дня. Понимаете. Не обижайтесь на мужа, если вдруг он что-то скажет, что он я главнее. Это бывает иногда, это надо. Чтоб под каблучником не быть. Вы же видите, мы какие здоровые, а вы такие маленькие. Это для меня нужно больше. Это мы не можем просто быть под каблучниками. Ни в коем случае. Иначе мы не будем христианами. Так что. Брат Сергей. Вся раз, да. Счастливый дорогой. Чёрт, родной. Счастливый дорогой. Отлично, вот ты воспитал сына прям прекрасно. Прекрасно. Счастливый дорогой. Прекрасно. Считально так, чтобы голосуешь. Скажи, с чего началось сейчас там? Отарви. Отарви. Отарви.